И всем доброго времени суток, с вами Ниса и сегодня мое очередное видео по соуслайк контенту, но на этот раз по совершенно другой тематике. Сегодня я бы хотел поведать вам историю об одном легендарном человеке, настоящем рыцаре цифрового мира и просто хардкорщике. Знакомьтесь, Володя. Я тебя боялся, блин. Аккуратно просто надо, блин. Глянь, больше одну хилку, две хилки потратил, блин. А я с ним как с равным, блин, бьюсь. Все чисто сделано было. Вот это и бывает было боя. Сейчас Володе уже 55 лет, он работает электриком и в свободное время любит посвящать видеоиграм. Почти 4 года назад он начал заниматься стримингом, проводя трансляции на Твиче и Ютубе. За это время на своем канале с простым и прекрасным названием Вова Юдин, Володя собрал уже около 200 тысяч просмотров, 1600 подписчиков и провел сотни часов стриминга. Его пик онлайна собирал сотни человек, а самый высокий донат составил 35 тысяч рублей в двух донатах. В основном Володя акцентирует внимание на Souls-like играх, но он также проходил таких гигантов как Far Cry, Ведьма, Крайзи, Скайрим и многие другие серии игр. И я бы хотел рассказать вам о заслугах этого человека в игровой индустрии. Насколько возраст и быстрые пальцы на самом деле не являются залогом успеха в прохождении сложных игр. Но перед тем как перейти к основной части видео, я бы хотел коротко пояснить для незнакомых, что такое Souls-like игры. Это условно выделяемый под жанр компьютерных игр в жанре Акшн-РПГ, известный высоким уровнем сложности. Данные игры известны по всему миру, более десятки миллионов проданных копий, десятки тысяч игроков ежедневно. Но особенно эти игры стали популярны за счет их сложности. В Souls-ах ваш герой не является богом местной вселенной, при должной прокачке вы никто и ничто. И вот что из себя представляет Souls-игры. Ну, а теперь давайте перейдем к самому гостю нашего видео. Во-первых, Володя проходил почти все Souls-ы от Фромов. Серия Dark Souls, 1-2-3 Bloodborne, Sekiro, Elden Ring и даже менее известные проекты, такие как Neog, Mortal Shell, Codewain, Remnant. Наиграл в них суммарно больше пяти тысяч часов, но информация могла устареть, и на данный момент эта цифра может составлять куда большее число. Из особых достижений в этих играх я бы хотел выделить несколько. Во-первых, он проходил весь Dark Souls 3 с начальным, блин, оружием, используя только его и прокачивая до максимального уровня. Я покажу вам несколько моментов из его прохождения в Dark Souls 3. И тут осторожность, ты где-то килл. Ну, можно разогретой, как всегда. Прямо на лифт. Поднимайся на лифте. Так. И опять спускайся на лифте. Во-вторых, он победил филина отца, в Секиро. На минуточку, кто не знает, это считается одним из сложнейших боссов этого тайтла, а некоторые вовсе его считают самым сложным боссом, что есть в Секиро. Так. Алёк, босс. Ну, я рукожоп. Пашка. Ну и напоследок хочется сказать о более новых играх И тут я затрону его приключения в Элден Ринге Володя наиграл в него уже около 600 часов И прошел игру в районе 10 раз Игра ему понравилась И сейчас он придумывает различные челленджи для своего прохождения Как-то он проходил игру используя только меч и щейки Сейчас проходит через силу А с его слов хочет пройти игру используя только кулаки Где ты, Йоханай Бабай? Что ты тут еще будешь делать? Что? Какой-то босс Йоханай Бабай Я говорю, какой-то мультяшный, блин А старый хороший Вот такие, блин Что сделаешь? Этого мультика я прикабанил, блин Но главная цель видео заключается не просто рассказать о Володе С точки зрения его достижений в сложных играх В первую очередь я бы хотел вам поведать о человеке Ведь Володя живой пример того, что стремление и спокойствие Всегда приведет к положительному результату Самое главное не то, какой у вас скилл И насколько круто вы нажимаете кнопки Самое главное это то, как вы относитесь к заданной вам не цели Ведь даже самую непостижимую и сложную задачу рано или поздно Можно достигнуть, стиснув зубы и уверенно стремясь к своей мечте Вова Юдин учит нас этому жизненному уроку На его стримах вы всегда почувствуете добрую и спокойную атмосферу В совокупности с интересными играми Заходите на канал Володи и поддержите его деятельность Ведь он этого явно заслужил Спасибо за просмотр Вот такое небольшое видео о другом, можно сказать, блогере получилось Я буду рад любой активности на моем канале Поэтому прошу вас подписаться Вам сделать это нетрудно, мне будет приятно До скорых встреч Да, и подписывайтесь на Володю Спасибо Напоследок, в самом конце видео я хочу вставить небольшой фрагмент с просьбой Я являюсь большим фанатом серии игр Дизонард И, будучи писателем, планирую писать книгу по этой вселенной Я буду рад любой помощи в этом плане Если вы можете свести меня с представителями Аркейн Студиос Или же просто написать им на почту Чтобы они дали мне разрешение на написание книги по их вселенной Я в долгу не останусь Субтитры создавал DimaTorzok